Друзья, всем привет! С вами я, Николай Воробьев, директор Центра Восточно-Европейских перспектив в Вашингтоне. Сегодняшнее мое традиционное обращение без галстука. Сегодня годовщина с дня гибели великого российского оппозиционера, политика, Бориса Ефимовича Немцова. И по этому поводу в Москве произошло многотысячное шествие, в других городах, не только в Москве, в других городах не только России, но и Украины. И действительно это был великий политик, который верил в большую Россию, который верил в демократическую Россию, который верил в свободную Россию. И здесь мне часто встречаются люди, которые приезжают, которые являются представителями, опять же, соратниками Бориса Ефимовича и другие его последователи, представители российской оппозиции здесь в Вашингтоне. Их здесь также много. И они тоже со светлыми чувствами, с лучшими воспоминаниями, с лучшими отзывами вспоминают Бориса Немцова. И они все-таки верят. Это люди, это не ватники, это не империалисты. Это люди, которые верят, что Крым действительно принадлежит Украине. Эти люди верят, что Россия должна быть свободной, демократичной страной. Эти люди верят, что Путин это фактически не только авторитарный режим, но это фактически фашистский режим. И они всячески помогают, жертвуя своим временем, своим здоровьем. Некоторые жертвуют своими жизнями для того, чтобы приезжать в Америку, для того, чтобы выходить на акции памяти Бориса Немцова, как сегодня, либо на акции протеста в центре Москвы. И поверьте, угрозы, которые перед ними стоят, перед такими людьми, они намного выше, нежели протесты сегодняшние в Украине. К счастью, украинцы доказали свою состоятельность, они доказали свою идеалы, свою приверженность к идеалам демократии, они показали, что они готовы за это умирать. Теперь очередь России, теперь очередь России, гражданского общества, которое, я все же верю, оно есть в России. Теперь этот год, возможно, это ближайший год, два года станут тестом для них, для того, насколько они готовы жертвовать, насколько общество готово жертвовать ради идеалов свободы, ради того, чтобы все-таки страна освободилась от авторитарного диктатора и стала действительно хотя бы не полностью демократичной, но хотя бы отчасти начала двигаться все-таки не в азиатском, а в европейском направлении. Я считаю, что украинские оппозиции, украинским политикам надо общаться со своими российскими коллегами-оппозиционерами, во многом даже координировать действия. Я не приемлю того, когда говорят, что вот все они ватники, все они одинаковые, все они российские шовинисты. На самом деле это не так. Со многими из них я общался лично, и поверьте, многие из них, которых я встречал, они любят Украину еще больше, нежели многие наши украинские политики. Для того яркий пример Илья Лияшин и Владимир Кара-Мурза, и множество-множество других. Недавно я записал интервью с Владиславом Виноземцем, там, где он четко объяснил свою позицию по Крыму. Он не боится это говорить публично, он сказал, что это самое большое преступление вообще в 20 веке, в 21 веке, наверное, за последние, со времен, скажем так, Второй мировой войны. И Крым действительно должны вернуть Украине, и здесь никаких дебатов быть не может. Поэтому я считаю, что есть рациональные зерна, и вместо того, чтобы закрывать полностью ворота и закрываться от них, я считаю, что, наоборот, с ними надо как-то кооперироваться, и от них не стоит отворачиваться, потому что эти люди готовы жертвовать здоровьем, готовы жертвовать временем, и ради того, чтобы достичь тех идеалов, о которых мечтал Борис Немцов год тому назад, который был убит в центре Москвы. Спасибо, что слушаете, спасибо, что читаете. С вами был я, Николай Воробьев, директор Центра Восточноевропейских перспектив здесь, в Вашингтоне. Услышимся.